Люди, которые убедили президента Путина, что спецоперация будет эффективной, короткой, по мирному населению убить не будем, только зайдем, Росгвардия, кадыровцы, все наведут порядок и так далее. Вот эти люди, ну, просто подставили всех нас очень сильно. Но эти люди есть, вы уверены? Конечно, есть. Президент же не сам как бы сидел и думал, дай-ка я начну спецоперацию. Кто-то приходил, говорил, что украинцы сдадутся, разбегутся, все в Россию попросятся. Кто-то же это ему говорил, что в конце концов, да? Да и на телевидении говорили, Андрея. Здесь говорили, мы подошли к черте, за которой надо вот просто понимать простую вещь. Победить Украину теми ресурсами, которые сейчас Россия там пытается воевать в режиме колониальной войны, да? Контрактники воюют, там, значит, ЧВК и так далее, мобилизации нет. За ритоикой следите. Ну, это невозможно абсолютно, потому что российской армии, там противостоит вообще сильная армия, которые по полной программе поддерживают сильнейшие в экономическом, технологическом отношении государства, Европу, да? То есть вы предлагаете мобилизацию провести, военную мобилизацию, не мобилизацию, там, сознание или экономию? А, понятно, да. Вы с Николаем Игоревичем это постоянно. Давайте, Сергей Михайлович. То, что вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены. Если вы озабочены перспективой войны в Европе, мы этого совершенно не хотим, но обращаю ваше внимание на то, что именно Запад постоянно настойчиво заявляет, что в этой ситуации надо нанести России поражение. Выводы делайте сами.